16 день войны. Сегодня у нас будет нелегкий день. Мы идем хоронить нашу тетю, которая умерла вчера. Обычно у нас хоронят тот же самый день, но из-за того, что вчера был выходной, будем хоронить сегодня. Выходной у нас не принято хоронить. Я выбрала этот аромат. Это Lisbet Arden Sunflowers Summer Air. Это такой ненавязчивый аромат, но тем не менее он немножко поднимает настроение и поможет мне продержаться в это нелегкое время. Еще похороны проходят во время войны. Честно говоря, не хоронили мы никого во время войны. И это вдвойне, скажем так, тяжело. Так невозможно позвать людей, так как это опасно. И сами пойдем на открытую местность, там где, в принципе, негде спрятаться. Поэтому я постараюсь вам заснять оттуда кусочки, посмотреть, как это у нас происходит. Сегодня я выбрала для работы на удаленке аромат от Ariflame с линейки Women's Collection Delicate Cherry Blossom. Нежное вишневое цветение. Девочки, даже не думала, что я заскучаю за этим ароматом, так как этот аромат очень легкий. Я им пользуюсь на работу. Как видите, вот сколько осталось. все у него. Но так, на работе я не была больше 23 дней. У нас сегодня 17 день войны. И до этого у нас было две недели каникул вместе с праздниками. И получилось, что в октябре мы на работе не были вообще. Получается, что я не пользовалась этим ароматом больше 23 дней. И я реально за ним заскучала. До чего же он вкусный. Знаете, когда используешь день через день, то как-то привыкается, приедается. А вот сейчас, когда у меня был почти месяц пробела, и я не пользовалась им, я ощутила, насколько же он вкусненький и приятненький. Но я вам хочу сказать, что он не стойкий. То есть, если вы любите более стойкий аромат, его придется обновлять. Но так, на работу мне нельзя. Крепкие ароматы, то это самое то. То есть, получается, что как бы есть аромат. Аромат получается, как аромат без аромата. Как, знаете, как мейкап без мейкап. Что-то в этом роде. Еще один рабочий ароматик. Это натурелька от Ив Роше, который у меня тоже отдыхал больше 23 дней. Так я его чередую с моим утренним ароматом от Арифлейм вишневым цветением. Этот и тот аромат на работу. Так они оба легкие, оба ненавязчивые. Но сейчас, думаю, пока каникулы, я перебирала все свои другие ароматы во время каникул, во время войны. И поэтому решила сегодня не вернуться, немножечко попшикаться им, немножко попользоваться. Так реально я уже за ним заскучала. Даже не думала, что ароматы, которые я обычно использую на ежедневной основе, что я могу за ними заскучать. Даже не ожидала. Но очень приятные, легкие. Ах, какой же он классный аромат. Мне кажется, что вот этот аромат может подходить на любое время года, на любое настроение. Попшикался, поднял свое настроение и вперед. Сегодня я работаю на удаленке. С ароматиком от Miniso в названии Dating You. И здесь всего, девочки, 10 миллилитров. Этот ароматик летал со мной за границу и вернулся. Очень вкусный, очень приятный. К сожалению, в нашем Miniso перестали продавать ароматы. Обалденный аромат, классное оформление. Но единственное, что эта крышка начала липнуть. Мне как бы и выбросить ее жалко, да? Потому что, ну как бы, чтобы был закрытый более плотный флакон. Но и дотрагиваться до него просто ужасно. Поэтому я, знаете, сейчас, наверное, его возьму. Туалетную бумажку обверну. И буду вот так вот им пользоваться. А вообще аромат бомба. Честно говоря, они прилично стоят. Но в свое время я покупала это по отличной скидке. И ничуть, ничуть не пожалела. Хороший, классный, вкусный, стойкий аромат. Открываю новую масочку для меня. Body Art. Маска для лица лифтинг. С экстрактом граната, розы, овца, алоэ вера. Галуроновой кислоты и маслом зародышей пшеницы. Боже, сколько здесь всего интересного. Масочка, кстати говоря, сам по себе. Вот этот пакетичек выглядит таким маленьким. В основном, да, большие. Но я вижу, что тут вот так вот плотненько, все вот так вот плотненько, плотненько набито. Тут можно почитать. Что надо наносить на 15-20 минут и смывать или снимать косметическими салфетками. Честно говоря, это у меня уже, наверное, четвертая или пятая маска, которую я не смываю. Она отлично работает без проблем. Конечно, если вы чувствуете какое-то неудобство, то, конечно, смывайте. А если все нормально, то зачем? Зачем тратить, как говорится, продукт? Не, не надо. Что это такое вообще? Что за животное? Видишь, внуки, лапы? Да, лапки. И мать, это не... Салямик? Пошел. Давно я не использовала ароматик от Yardly. Подарочек от Алины World Journal. И девочки, здесь написано, что это Puppy and Violet. Но сегодня что-то я попшикалась. И вначале мне показался такой, знаете, такой какой-то копченый, такой аромат. А потом почему-то такой, как горький грейпфрут. Очень интересно так почему-то раскрылся вот первые нотки. А сейчас вот уже более такой сладенький, более нежный аромат. Вот такая вот красивая бутылочка. Вот такая вот симпатичная коробочка. 23-й день войны. Начинаем новую неделю учебы на удаленке. Но я все равно подкрашусь, так как да. Все-таки меня видно через камеру. И я сегодня своим карандашиком от Дэвис в номере 04. И моя, девочки, темная сторона сокращается потихонечку. Чему я очень рада. Светлой стороной я практически не пользуюсь. Он меня больше интересует сократить зеленую сторону. К сожалению, не смогла заснять для вас третий мой апдейт по проекту закончить. Так как это должно было быть 1 октября. А мы были на каникулах. А потом 7-го числа началась война. Ну и соответственно мне уже не до сломок. Дети находятся со мной 24 дробь 7 безостановочно. Даже если я учусь, да, если я на удаленке, то они на удаленке также. А вот малышка возле нас. Короче говоря, не отойти ни на секундочку, чтобы заснять ролики. К сожалению, поэтому, наверное, уже будет только четвертый апдейт и заключительный. Надеюсь, что это все так будет. Так как положение у нас не из легких. Кстати говоря, об этом очень хорошо рассказывает Лера Форевер. Переходите к ней на канал и смотрите. Я бы с удовольствием засняла бы для вас тоже много чего. Но, к сожалению, дети не позволяют. И не очень хочется обсуждать все эти темы при детях. Так они и так напуганы. И так нервные. И плохо спят. И, соответственно, когда мы идем гулять, от меня никуда не отходят. Гости в нашей комнате. Посмотрите, к нам залетел богомол. Причем я не знаю, как он здесь появился. У меня вчера кошка бегала по квартире и что-то ловила. И мы не могли понять, что она ловит. Может быть, она ловила как раз его? Но хотя у нас здесь в детской комнате стоит сетка на окне. А как он сюда попал? Ужас. Тетичка, тетичка, какая я, я, Батусика, лапота. Такие котики у нас. 24-й день войны. Продолжаю использовать свои самодельные румяшки. Как видите, в начале, когда я их прессовала, тут осмотрел. Мне показалось, что слишком туда много бацана спирта. Но, да, потому что оно такое было очень густое. Но, честно говоря, смотрите, мне кажется, оно намного лучше спрессовалось. Оно не рассыпается. Набираю мягкой кистью, так как цвет очень оказался пигментированным. Думаю, мне этой палетки хватит на прилично вот этой вот дозы, скажем так. Но здесь, в принципе, 12 теней. То есть 12 теней, это тоже много. Ну, а мы вчера немножечко все обалдели. Так как сегодня хотели уже открыть школы и сады. Когда нет разговоров даже ни о перемирии, ни о прекращении огня. Но, я надеюсь, думаю, к радости наш мэр отказался сегодня открывать школы и сады. Но это не говорит о том, что, может быть, завтра откроют. Хотя на юге продолжаются обстрелы. Так что будем посмотреть, как это все происходит. Так что ждем и следим за развитие событий. Вполне возможно, завтра уже выйдем на работу. Ну и я за эти 24 дня больше пользуюсь проектом. У меня очень хорошо пошел проект. Ну а остальная вся косметика, конечно, стоит. Поэтому палка двух концов. Ходишь на работу, пользуешься разной косметикой. Сидишь дома, пользуешься проектом. Так что тут надо выбирать, что больше интересует проект. И какие-то продвижения в проекте. Или стараться использовать всю косметику. Она не будет. Роман спит минусы. Есть время. Так, так. Вон, а дым, дым. Продолжение следует...